Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос юристу». Как часто возникают ситуации, когда свои права мы можем отстоять, только обратившись в суд? Однако уже при составлении искового заявления многие из нас сталкиваются со множеством вопросов. Их мы обсудим сегодня. Тема программы «Гражданский процесс». В студии Екатерина Грицыенко и генеральный директор компании «Юроктив» Роман Госяк. Роман, здравствуйте! Первый вопрос простой. Какие должны быть первые шаги при подготовке к обращению в суд? Начать, прежде всего, стоит с написания самого искового заявления. Нужно определиться, что вы хотите, какой иск подавать. Хочу отметить, что, как правило, в судах, в помещениях судов, на официальных сайтах судов размещены по типовым ситуациям образцы исковых заявлений. Так что, если ситуация типовая, можно обратиться, либо прийти в суд, либо зайти на сайт официального суда и найти необходимое образцательское заявление. Подготовить на основании образцательского заявления иск и передать его в суд. Роман, а как определиться, в какой именно суд нужно отдавать заявление? Тут все зависит от того, если одной стороной, хотя бы одной стороной является физическое лицо, то однозначно необходимо подавать в суд общей юрисдикции, либо мировому судье, либо в районный суд. Значит, споры между хозяйствующими субъектами, между предпринимателями, организациями, они рассматриваются в арбитражном суде. Но я предлагаю сегодня поговорить непосредственно о судах общей юрисдикции. Итак, для того, чтобы определить, в какой суд необходимо обратиться, нужно исходить из размера требований. Если размер требований составляет не более 50 тысяч рублей, то однозначно такой иск подается к мировому судье на рассмотрение. И по ряду других ситуаций. Например, бракоразводные процессы, если нет спора о детях, некоторые иные ситуации, о выдаче судебного приказа. Такие дела рассматривает мировой судья. Все иные дела подлежат рассмотрению районным судом. А как тогда определиться, в какой районный суд и какому мировому судье нужно подавать заявление? Это вопрос о территориальной подсудности. То есть, как правило, иски подаются по месту жительства, либо по месту нахождения ответчика. То есть, необходимо определить место жительства ответчика, либо, если это организация, юридический адрес организации, и подавать по месту нахождения такой организации заявление в суд. Есть исключения из этого правила. В том случае, если вы отстаиваете свои права как потребителя, то вы можете обратиться в суд по месту своего жительства. Либо же, если имеются другие основания, предусмотренные кодексом, для обращения в суд по своему месту жительства. Это, например, спор об установлении алиментов и некоторые другие. Ну, а если мы, допустим, ошибку, обратимся не в тот суд, нам потом будет возвращено наше исковое заявление? Да, такое заявление, как правило, возвращают без рассмотрения. И в определении суда суд указывает, что вы неправильно определили подсудность. Как правило, указывают, в какой суд необходимо обратиться. Можно сформировать этот же пакет документов и передать уже на рассмотрение в суд надлежащий. Роман, допустим, мы определились, куда обращаться. Теперь, как правильно нужно составить исковое заявление? Исковое заявление, в общем-то, готовится в произвольной форме, но есть ряд необходимых реквизитов, которые необходимо в нем указать. Конечно же, необходимо указать в суд, в который вы обращаетесь, указать наименование и адрес нахождения исца, адрес и наименование ответчика, указать цену иска, размер государственной пошлины, если иск подлежит оплате государственной пошлины. Ну и, собственно, сам текст искового заявления. То есть, необходимо указать обстоятельства, на которые вы основываете свои доводы. В том случае, если у вас имеется возможность указать правовые обоснования, то есть, ссылки на нормы привести. Ну и самое главное, указать просительную часть, что вы хотите, то есть, что вы просите у суда. Ну вот вы упоминали госпошлину. Можно ли рассчитать ее размер? Да, конечно, государственная пошлина обязательно при рассмотрении дел, то есть, для того, чтобы дело было рассмотрено, необходимо ее уплатить. Значит, ее размер я рекомендую рассчитывать следующим образом. Если имеется доступ к сети интернет, то, как правило, у всех официальных сайтов судов имеется такой удобный сервис, как калькулятор государственной пошлины. То есть, туда достаточно просто ввести все данные, и будет выведена та сумма, которая подлежит оплате. Там же можно ввести все свои данные и сформировать квитанцию об оплате государственной пошлины. Роман, а какие документы нужно прикладывать к исковому заявлению? К исковому заявлению необходимо приложить те документы, на которые вы основываете свою позицию. Скажем так, определить какой-то конкретный перечень документов невозможно, потому что дела разные. Но в данном случае, я считаю, что лучше приложить все, что имеется. То есть, если вы ссылаетесь на какие-то документы, то однозначно необходимо их приложить. Прикладываются документы в копиях, подлинники предоставляются непосредственно в суд для обозрения. Если так случилось, и вы не можете какой-либо документ предоставить, либо вы его утратили, то можно заявить ходатайство о бестребовании этих документов либо у стороны по делу, либо у третьих лиц. А как долго гражданское дело рассматривается в суде? По общему правилу, мировой судья рассматривает дело в течение одного месяца, районный же суд рассматривает дело в течение двух месяцев. Но, как правило, эти сроки не выдерживаются, потому что при рассмотрении дела возникают тельные обстоятельства, заявляются иные требования, увеличиваются требования. А это все ведет к тому, что срок для рассмотрения дела увеличивается. Роман, я предлагаю узнать, о чем спрашивают наши телезрители, специалисты вашей компании. Что нужно указывать после слова «прошу» при подаче иска о государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество в случае отказа ответчика добровольно явиться на государственную регистрацию перехода права? Каков размер госпошлины по таким искам? Спасибо. Что мы можем посоветовать нашему телезрителю? В случае, если между сторонами имеется письменный договор об отчуждении этого недвижимого имущества, то такие действия можно квалифицировать как уклонение от перехода прав собственности на это самое недвижимое имущество. В таком случае необходимо в просительной части после слова «прошу произвести государственную регистрацию перехода права собственности на конкретное имущество», указать реквизиты этого имущества недвижимого и по договору такому-то указать, что за договор, от какой даты. А государственная пошлина по такому иску составит 300 рублей. Роман, а вот исходя из вашей практики, лучше отстаивать свои права самому или все-таки обратиться к специалистам? Есть такие споры, в которых можно и самостоятельно разобраться. То есть, если имеется, скажем, имеется достаточное количество времени, чтобы разобраться в определенных тонкостях, и сама суть дела не предполагает наличие спора как такового, то есть, допустим, это иск об установлении фактов, имеющих юридическое значение, например, о принадлежности трудовой книжки или вот какие-то такие дела, то возможно, конечно, и самому найти образец заявления, подать его в суд и получить соответствующее решение. Но я все-таки рекомендую обращаться к специалистам, к профессионалам для того, чтобы еще на стадии до обращения в суд с исковым заявлением оценить свои шансы, то есть специалист даст предварительное заключение об исходе дела, оценит комплектность документов, возможно, какие-то документы на этой стадии нужно будет запросить у государственных органов или у третьих лиц, что впоследствии позволит сэкономить время как заинтересованного лица, так и работников соответствующего суда. Роман, а действительно ли, если дело будет выиграно в суде, то расходы на представителя можно возместить? Да, действительно, это так. В стороне, в чью пользу состоялось решение суда, суд может компенсировать понесенные издержки, в том числе затраты на оплату услуг представителя. В таком случае необходимо, я рекомендую обратиться уже после вступления решения суда в законную силу, тогда, когда можно учесть все понесенные издержки по делу, и просить суд взыскать эти траты с противоположной стороны. Суд даст оценку представленным доказательствам и оценит размер этих понесенных трат, и, возможно, в полном объеме, возможно, в части удовлетворит ваши требования. Ну, допустим, мы решили прибегнуть к услугам представителя. Как правильно оформить на него доверенность? Вообще, мы рекомендуем, и, как показывает практика, самым действенным и надежным способом является оформление доверенности нотариальным путем. То есть, необходимо обратиться к нотариусу, предоставить документы, данные того лица, на кого мы хотим оформить доверенность, указать, какие полномочия мы хотим ему поручить. И в таком случае, с такой доверенностью, представитель сможет и представлять интерес и в суде, и перед третьими лицами. И такая доверенность не вызовет ни у кого вопросов. Стоит такая доверенность в среднем от 1000 до 2000 рублей. Для того, чтобы сэкономить, можно оформлять доверенность по месту своего жительства, либо по месту работы. Если по месту жительства, то необходимо представить подтверждающие документы в виде справки. И если по месту работы, так же в виде справки о том, что вы работаете именно в этом месте. Также можно допустить к участию в деле в качестве своего представителя лицо, заявив об этом устное ходатайство в суде. Оно будет занесено в протокол, и представитель сможет отставить ваши интересы. Роман, я предлагаю узнать, о чем спрашивают участники группы ВКонтакте и компании Юрактив. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Отдел соцзащиты населения не включил в страховой стаж период работы, за который организация не перечисляла взносы в пенсионный фонд. По этой причине мне не хватило 4 месяца для присвоения звания ветеран труда Архангельской области. Наверняка нередко возникают такие ситуации. Что делать? Как решаются такие споры? Эта ситуация действительно спорная, и если вы уверены в своей правоте и хотите отстоять нарушенные права, то нужно обратиться в суд. Нужно привести все доводы в обоснование своей позиции и просить суд, чтобы этот период, который не был учтен, он был учтен. А есть какие-то советы, как правильно исковое составить в данном случае? Я считаю, что тут нужно более вникнуть в эту ситуацию, для того, чтобы оценить, все-таки имеются ли основания для того, чтобы или же все-таки орган, который отказал, он отказал правомерно. Нужно подробнее изучать эту ситуацию. Роман, я предлагаю прочитать следующее сообщение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой срок дается на обжалование решения районного суда по административному делу и с какого момента он начинается. Срок, в течение которого можно обжаловать решение подминистративного дела, составляет 10 суток с того момента, когда вы получили соответствующее решение. На самом деле, Роман, таких вопросов, касаемых обжалования того или иного решения суда, приходит в адрес нашей программы очень много. Их много и в группе ВКонтакте, компании «Юроктив». Я предлагаю продолжить наш разговор на следующей неделе. Спасибо, я согласен. Спасибо вам за интересную и полезную беседу. Спасибо. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале ПС и портале «Правда Севера». Пишите нам на адрес info.sobaka.ps29.ru или в группу ВКонтакте, компании «Юроктив». Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok